и снова здравствуйте и снова об этом же ноже байкерском то есть так что как развал так он и остается байкерским то есть продолжение работы с ним что я дальше продолжаю делать то есть вот шайбочка латунная не такое ощущение что 0 2 миллиметра тонковато но это еще не факт это все под вопросом и поэтому на всякий случай сделал 2 из полиуретана 2 просто так запас чтобы было и все если что ее поставлю одну шайбочку такую что сделал с ручкой а я ее полирнул пропитал то есть как бы ставил вот эти вот корби стяжки такие из нержавеющей стали вот то есть ну укрепил вот эту часть хотя это не нужно но запас мощности теперь сверхъестественной просто сверх вот так вот выглядит реальности в реальности кап ореха такой красавчик тигр и уссурийский все сейчас у меня там клиночек лежит около печки печка сейчас нагреется и заколю зачищу и покажу вот так он должен выглядеть в результате в результате то есть после термообработки после вот этой вот обдирки как я говорил он заглаживающая на к гладкой гладкой такая такая вот это сталёга прям вот так вот лед в руках держишь скользит просто по полной программе вот все так брутально этот уголок царапал скрепка как царапался и можно было резать поэтому его также сделала гладким не царапающим вся ну вот в принципе на данный момент все готово к сборке думаю может о нем лазером чем-то черкану для подумаем посмотрим пока так вот вот как бы все думал тут еще навтыкать всяких прибамбасов этот нож но ну не вижу я не их в нем может быть следующих работах будет что там еще будут мозаичные пины непростые интересные реально интересные и в тему будут что-то я не знаю я купил тут еще стяжек нужных под размер подогнал тут и болтишки к втулочкам то есть как бы все готово для того чтобы производить далее осталось только найти где-то желание и стимул как бы и все а так вот на сегодня вот такой ножишка сейчас его соберу так чтобы он прям был прочняком вот нержавеющие стяжки байкерская тематика как бы все вот и вот так и назвал байкер это добавил сталь у 8 вот так вот как то вот такой вот нож получился то есть все круто все здорово вот раскладывается то есть держать не надо он держится настолько хорошо что он не искать это сам туда но мало ли вот доп усилия это можно было бы вещицу вот упор не усиливать но я усилил его просто для того чтобы было запас мощности лишним не бывает это раз во вторых мне нравится как это выглядит вот так вот ну и заточил опять алмазами заточил то есть волосы вот на руке бреет вот так вот встречаем новый нож не знаю стоит ли его вывесить на сайте своем с бритвами не знаю вот наживщикам обязательно вывешу посмотрим будет ли интерес моим работам а там уже будет понятно стоит ли продолжать или не стоит вот как то так ну и спасибо всем кто меня поддерживал в этом плане словами комментариями но что первый уже нашел своего хозяина вот который показывал с же 10 ручкой это реально уже имеет какой-то когда конечно я его вообще не рассчитывал продавать просто так все сложилось и это здорово все сказал до новых встреч увидимся